Сегодня 17 декабря, может быть многие знают так называемого алабальщика, который обитает в районе маэстро, в районе стоянки, которая бесплатная на стадионе находится. И вот эта собака какое-то время назад поступила, решала бы, что она набрасывается. Это было очень удивительно, поскольку все ее знают как собаку. Умную, спокойную, благоразумную. Ее многие дети любят, несмотря на внушительные размеры. И вот была идея отловить ее, причем довольно давно уже есть идея ее отловить, поскольку ее не так трудно пристроить, быть она в приюте. Но не получалось, потому что она мигрирует на двойной большой территории, она в течение дня проходит до автовокзала, от стадиона до автовокзала и дальше. Поэтому застать ее довольно сложно. Одну попытку отловить ее я делала, она была неудачная. Хотела предпринять вторую, но ее трудно найти. Так вот сейчас просто звонок опять о том, что эта собака не дает покоя людям, которые пользуются туалетом на стоянке и доходит до того, что ее собираются отравить. Сейчас будем предпринимать какие-то меры. Поскольку Берсу опять отняло у нас машину свою, мы опять остались без машины, без помощника я остался. Попробуем решить вопрос иначе. Либо вручу тому человеку, на которого набрасывается наш алабайчик, вручу ему мобильный карманный отпугиватель, либо если он боится им пользоваться, потому что известно не оружие, а человек защищает или атакует. Поэтому если человек боится собаки, он не будет ничем пользоваться, он будет просто требовать их убрать. В этом случае мы установим стационарный отпугиватель, чтобы увезти всех собак со стоянки, чтобы спасти их от отравления. К сожалению, эту белую собаку не удается, она мигрирует аж за автовокзал, и застать ее довольно сложно. Поэтому пока мы ее поймаем... Я вот не могу, она кинулась уже два раза на меня. Вот предложение, пока мы ее поймаем, чтобы вы были относительно безопасности, я вам там формально отпугиваете и все, нажимаете, они отходят метров 10 перед собой, они убегаются. Вы пробуете. Она должна... Все, я уже боюсь. Да, ну что, попасть, мы сейчас... Договорились о том, что будут применяться индивидуальные меры защиты. Гораздо удобнее, проще и надежнее даже, чем убирать собак со всего города отовсюду. Ты все равно можешь поставить крышу над городом для того, чтобы защитить воду дождя, вместо того, чтобы пользоваться зонтами.